Друзья, всем привет! Вы на канале InvestFuture и это сотый еженедельный выпуск нашего инвест-шоу. Как вы можете увидеть, у меня сегодня маленький праздник, так сказать, юбилей фрилансера. И я сегодня расскажу вам про реформы, которые мы в нашем инвест-шоу планируем проводить. Ну а пока загадаю желание. Я бы хотела, чтобы здесь через какое-то время появился четвертый нолик, потому что, как вы помните, регулярность в инвестициях – это самое главное. Итак, друзья, какие изменения в инвест-шоу нас ждут? Ну, во-первых, я решила, что у нас один выпуск инвест-шоу будет посвящен только одному портфелю, чтобы не перегружать вас информацией. И по каждому портфелю я пропишу и буду объяснять такой устав, как у хедж-фондов. То есть мы будем проговаривать цели, срок инвестиций, пополнение, будет понятная прозрачная структура, потому что это все есть у меня в голове, но мне кажется, я недостаточно это артикулирую. Ну и кроме того, вы помните, что в инвест-шоу у меня всегда было три портфеля. Это народный портфель вашей идеи, индексный портфель, соответственно, пассивные инвестиции и ленивый портфель с индивидуальными бумагами. Теперь, во-первых, я объясню вам цель каждого этого портфеля, а еще добавится один портфель, который называется Благофель. Я про него уже рассказывала в нашем новогоднем выпуске на канале, можете посмотреть. Но если коротко, это благотворительный портфель, который будет в себе аккумулировать активы, пассивный доход от которых пойдет на покрытие целей социальных. И это для нас действительно очень важный проект. Мы думаем, что может стать большим, сильным, может стать проектом, который меняет общество и покажет, что инвестиции могут работать на благо общества, а не только на закрытие каких-то личных целей. Но дело в том, что для того, чтобы создать благотворительный портфель, в который имеют возможность инвестировать частные лица, мелкий и средний бизнес, для этого нужна структура эндаумент фонда. А создать ее достаточно долго и дорого. К чему я подвожу? К тому, что мы с командой посовещались и решили, что вот тот самый народный портфель, для которого идеи выбирали вы, и станет пока таким аккумулирующим портфелем, где мы будем копить деньги на создание инфраструктуры для эндаумент фонда. Мы прикинули, для этого нужно ни много ни мало 3 миллиона рублей. Да, если ты хочешь заниматься добрыми делами, тебе нужно за это еще прилично заплатить и потратить много сил на бюрократические моменты. Поэтому нам нужно, соответственно, накопить через 2 года 3 миллиона рублей. И я буду делать это через народный портфель. Надеюсь, конечно, что получится достичь целей значительно быстрее, но будем так двигаться потихонечку, пошагово. Сейчас в народном портфеле уже есть 660 тысяч рублей, осталось всего-то там каких-то 2,4 миллиона. Ну, может, конечно, кто-нибудь придет и захочет закрыть эту потребность одним махом, но пока действуем своими силами. Друзья, я хочу вам напомнить про замечательную акцию, которая проводит Тинькофф Инвестиции. Для новых клиентов Тинькофф Инвестиции разыгрывают 1 миллион рублей. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно успеть открыть счет до 29 августа. Осталось совсем мало времени. Дальше, для того, чтобы в розыгрыше поучаствовать, нужно купить акции, фонды и валюту на 20 тысяч рублей. И, соответственно, ждем объявления результатов, которые будут анонсированы в социальных сетях Тинькофф Инвестиции. Переходите по ссылочке в описании, открывайте счет, если вы еще не, и участвуйте в розыгрыше. Ну и тут, друзья, надо понимать, что теперь у нас народный портфель имеет очень серьезные общественные цели. Поэтому, хотя мы продолжаем формат голосования за покупки акций в народном портфеле, я вас хочу от всей души попросить, пожалуйста, относитесь максимально ответственно к тем идеям, которые вы предлагаете, потому что хочется действительно собирать именно качественные компании, которые будут вести себя устойчиво, чтобы мы все-таки до нашей цели по созданию фонда добрались быстрее, а не позже. Ну что ж, на текущий момент мы видим, что среднегодовая доходность нашего народного портфеля составляет 19,3%, и вы можете увидеть на экране его отраслевой состав. Это почти 41% IT, 16% потребительский сектор, чуть меньше 10% финансовый сектор, ну и дальше по убыванию машиностроения, электроэнергетика, металлургия, медицина, транспорт и так далее. Ну и также вы можете посмотреть, как у нас менялся народный портфель и его прибыль по месяцам. Видим, что август пока проходит не так уж и плохо, хотя бывали месяцы и более успешными. Пока подводить итоги месяца немножко рано. А также предлагаю сравнить динамику нашего с вами народного портфеля с Benchmark, в роли которого я решила сегодня использовать индекс РТС. Мы видим, что доходность народного портфеля среднегодовая 19,3%, как я уже сказала. Индекс дает доходность 10,5%, инфляция в России 4,2% и доходность по депозитам 4,1%. Так что народный портфель, несмотря на всю рандомность его выбора, инфляцию опережает. Друзья, давайте вам покажу народный портфель в приложении Intel Invest, где я продолжаю его фиксировать. И под этим видео я оставлю ссылочку на Intel Invest. Можно будет по ней перейти, посмотреть подробнее портфель, изучить аналитику по нему, ну и воспользоваться сервисом Intel Invest, если у вас такая потребность, как и у меня, возникает. И вот мы видим, что текущая стоимость народного портфеля 667 539 рублей, бумажная прибыль 104 729 рублей, доходность, соответственно, отображается, и доля акций в народном портфеле у нас превышает 95 рублей. Ну, потому что вы, как правило, предлагаете именно идеи с рынка акций, причем с акцентом именно на зарубежные бумаги. Мы с вами можем также посмотреть общий список бумаг, да, вот если мы на такую сортировку нажмем, то увидим список бумаг, которые в рублевом выражении приносят народному портфелю самые большие плюсы. Мы видим, что это NVIDIA, Microsoft, Nordnickel, Visa, Carl Zeiss и TKS. Причем тоже тут интересно, что, конечно, за счет того, что мы раньше покупали минимальным лотом, получается, что самые дорогие компании оказывают самое большое влияние на портфель. Это такая немножко порочная логика, от которой я и хочу постепенно избавляться. Ну и также мы можем посмотреть компании, которые сильнее всего проседают в нашем народном портфеле. И самая большая просадка у компании Alibaba в рублях это минус 28 тысяч, это минус 56%. 5 акций Alibaba у меня уже куплено и доля в портфеле 9,4%. Ну и также проседают Volkswagen, Boeing, Baidu, Taiwan Semiconductor, Take-Two и Alteryx. Ну и, друзья, сегодня по странному совпадению вы проголосовали именно за докупку еще Alibaba в наш народный портфель. Ну и теперь, собственно, давайте перейдем непосредственно к новостям и к сегодняшней покупке. Но хочу еще раз проговорить, что для достижения цели, которую мы перед собой ставим, собрать 3 миллиона рублей за 2 года, добрать недостающие. Для этого мне нужно будет инвестировать в народный портфель по 100 тысяч рублей в месяц. У меня будет одна покупка, но зато меткая и объемная. Но, друзья, сегодня, так как идею для покупок мы выбирали еще по старому формату и вы не были предупреждены о той огромной ответственности, которая заключается в каждой нашей покупке, я куплю все-таки по старым правилам только лишь одну акцию, но портфель я уже пополнила на 100 тысяч и дальше я эти деньги буду дотрачивать. Хорошо, про правила вроде бы объяснила, рассказала, как наш портфель менялся. А теперь давайте поговорим о самых важных новостях по компаниям из наших портфелей. Итак, после довольно серьезных просадок, лидерами роста на этой неделе стали у нас китайские акции, в том числе JD, Joy, Baidu, Liato. И, кстати, помимо этого, еще довольно хорошо себя за эту неделю показала компания NVIDIA полупроводниковая. Но давайте посмотрим, что из интересных новостей. Итак, Joy компания тут у нас отчиталась за второй квартал, рассказала о росте выручки почти на 40%, но, правда, снова Joy показала чистый убыток. При этом запасы денег и эквивалентов на счетах есть, это 4 триллиона долларов, по крайней мере, по официальной статистике. Неплохие прогнозы по выручке. И вот мы видим, что акции Joy после отчета упали на 9%, но потом вышел через несколько дней отчеты коллеги китайской компании JD, и после этого акции мощно развернулись к росту. Причина такого разворота, который затронула и акции Joy, в том, что JD показал, что, несмотря на репрессии Пекина, компания способна продолжать высокие темпы развития. И это, похоже, поддержала и другие китайские компании тоже, в том числе и Joy. В совокупности мы видим рост на 35% за неделю, на минуточку. JD, соответственно, тоже прибавляет, правда, кстати, более скромно, всего лишь 18%, ну и Nvidia прибавляет 13%, обновляет свои исторические максимумы акции. В пятницу стало известно о покупке Nancy Pelosi, это спикер Палаты представителей США, акции компании на полтора миллиарда долларов. А что так можно было, да, как говорится? Ну и кроме того, биткоин у нас преодолел отметку в 50 тысяч долларов в понедельник, а видеокарты Nvidia, как вы помните, используются при майнинге криптовалюты, и вот за счет этого мы видим рост акций почти на 12,5%. Если говорить про главных аутсайдеров, прошедшие недели из народного портфеля, то это Башнефть, Новотек, ТКС и НЛМК. Ну, стоит отметить, что до этого все эти компании показывали довольно неплохой рост. Что с этими бумагами произошло? Башнефть, вот минус 7% теряют префы. Компания у нас 17 августа отчиталась за первое полугодие рост выручки на 23% на минуточку, чистая прибыль 27,6 миллиардов рублей против убытка годом ранее. И Башнефть готовит дивидендную интригу для своих акционеров. Высокие цены на нефть дают компании сильные результаты и сулят их улучшения в будущем. И при распределении 25% от чистой прибыли по МСФО, акционеры компании могут получить очень солидную дивидендную доходность, порядка 8-10%. Но если будет направлено 50%, то доходность вообще составит 16-20%. Ну, а акции будут иметь хорошие шансы на рост. Аналитики ставят на подъем до 1500 рублей за одну привилегированную акцию Башнефти. Вот такая вот история вокруг компании происходит. Но пока мы видим просадку. И для кого-то это может быть хорошим пунктом для входа, если вы верите в компанию и интересуетесь ее дивидендами. Дальше, Новотек 5% теряет. Вслед за ценами на газ спадали у нас и акции с середины прошлой недели. 27 августа Совет директоров компании рассмотрит дивиденды за первое полугодие. И вопрос с продолжением коррекции может быть на самом деле довольно быстро отыгран в другую сторону, потому что от компании ожидают хороших прибылей. И это все может тоже позитивно повлиять на дивиденды по компании. В целом, конечно, Новотека это долгосрочная история роста. Это довольно фундаментально устойчивая компания. Но и акции оцениваются довольно высоко. Поэтому здесь принимайте взвешенное решение. Но ориентировочно вообще предполагается, что показатели будут разгоняться еще больше, когда после 2023 года будет запущен Арктик СПГ-2. Это такой флагманский проект для Новотека. И многие в связи с этим ставят на дальнейший рост акций. Подумайте об этом. Ну и акции Тинькофф тоже у нас тут падали на 4,5%. Обновили Истхаи, но потом перешли в коррекции, по сути, без новостей. Конечно, банк показывает хорошие цифровые успехи, но оценки очень высокие. И нужно понимать, что Тинькофф стоит сейчас более 10 своих капиталов. При том, что СБЕР там 1,4, ВТБ 0,6, да, БСП 0,4, а Тинькофф, ну, на минуточку 10, да. И вот решайте сами для себя, вам подходит такая дорогая компания. Итак, друзья, конечно, китайские компании, в частности, Алибаба – это одна из самых обсуждаемых историй последних месяцев. Но я просто коротко напомню, что акция стоила 304 доллара на своих пиках в октябре 2020 года, а сейчас она упала к отметке 167 долларов. Это на 45% ниже пиков. Ну, а на максимальных просадках у нас было минус 50%. Сейчас немножечко осторожненько бумага отросла, но по-прежнему остается в нисходящем тренде. И вот на этой сильной просадке Павел Наймушин, наш зритель, читатель предложил Алибаба докупить, и большая часть участников опроса, почти 30%, поддержали идею с покупкой Алибабы. Смотрите, с одной стороны, у меня, конечно, доля Алибабы в народном портфеле уже достаточно большая. Это почти 10%. И усредняться можно довольно долго, а негативные факторы новые могут еще появляться. И причем могут появляться такие факторы, о которых мы раньше даже не думали. Кто там год назад мог сказать, что китайское правительство начнет такое? Но, тем не менее, это произошло. И это, безусловно, очень большие риски для китайских компаний, краткосрочные. Хотя долгосрочно. Мне Китай нравится, и мне нравится идея иметь определенный процент китайских бумаг в портфеле. Алибаба, если верить официальной отчетности, эта компания фундаментально устойчивая. Алибаба – это китайский коммерс-гигант, который занимает лидирующие позиции. 85% выручки – это продажи товаров, остальные 15% – это предоставление услуг. 2 трети доходов приходится на внутренний рынок Китая. Международные продажи – это около 7% выручки. Облачные вычисления и медиа приносят компании 9,4% выручки соответственно. То есть, по большей части, Алибаба – это компания, которая ориентирована на продажу товаров на внутреннем китайском рынке. Несмотря на глобальную экспансию, именно он остается самым весомым. И если мы посмотрим на финансовые показатели, опять же официальные, то мы видим, что они растут стабильно. За последние 10 лет темпы роста на уровне 30% в год. Темпы роста прибыли, правда, за выручкой немножечко не поспевают. 30% – это выручка, да. Но понятно, что активная экспансия требует инвестиций. Есть ощущение, что темпы роста компании могут немножечко замедляться в ближайшие годы. И связано это не столько даже с какими-то политическими вопросами, сколько просто с ростом конкуренции. И с тем, что компания уже находится тоже в таком достаточно красном океане сейчас. Но так или иначе, у компании мощная пользовательская база. Это 1 миллиард зарегистрированных пользователей. И она продолжает прирастать на 2-3% каждый квартал. Компания продолжает развиваться. Долгами при этом она не обременена. И поэтому может активно вкладываться в исследования, в разработки для развития бизнеса. И, собственно, это компания и делает. Пандемия для розничных продаж онлайновых, конечно, очевидно, стала важным триггером. Она заканчивается. Это тоже может давать свои негативные результаты для компании, как мне кажется. Но, тем не менее, рынок есть по-прежнему пока еще. И бизнес продолжает развиваться, судя по всем показателям. При этом Alibaba дивиденды не платят, как и большинство аналогов. Потому что пока остается именно компанией роста. Но вот вопрос, как долго это продлится. И если мы сравним Alibaba с конкурентами, то, в общем-то, ситуация не очень меняется в последние месяцы. Общий мировой, допустим, гигант Amazon, конечно, оценивается рынком существенно дороже. Amazon P на E 57, Alibaba 21,5. Но есть, допустим, VIP-шоп, который оценивается в 11 по P на E. С точки зрения рентабельности Alibaba, кстати, уступает большинству конкурентов, в том числе Amazon, если говорить о рентабельности активов, и VIP-шопу тоже. Хотя рентабельность продаж у Alibaba хорошая. То есть она оставляет себе больше. Ну, в общем, компания, так или иначе, довольно сильна. И мне компания нравится. Я бы, честно говоря, если бы вы меня спросили, наверное, уже не стала бы докупать Alibaba в народный портфель сейчас. Именно потому, что доля уже и так довольно большая, и я не уверена, что дно мы прошли. Для этого, мне кажется, есть много причин. Во-первых, история с китайскими регуляторами может так или иначе продолжиться, и, возможно, новые витки распродаж. Никто от этого не застрахован. Но, кроме того, я довольно серьезно опасаюсь того, что и со стороны американского правительства будут приняты определенные меры по отношению к китайским компаниям, которые, как вы знаете, как мы обсуждали, довольно безбожно подделывают свою отчетность. Это факт, это то, что мы наблюдали там с Лакен Кофи. И, скорее всего, эта история будет раскручиваться и дальше. И вот этого я боюсь даже немножко больше, чем мер со стороны китайского правительства. Кроме того, тут хочется вспомнить еще одну историю, против которой как раз тоже китайское правительство борется. Это история с тем, что многие китайские компании для того, чтобы разместиться на зарубежных рынках, привлечь иностранный капитал, размещаются через офшоры. Липоба, в частности, это по факту через Кайманово острова это делает. И насколько тоже эта вся история для инвесторов безопасна, в случае, если будут реализованы какие-то глобальные риски, ну, на мой взгляд, не совсем понятно. Поэтому, да, там, условно отдавать там 20% портфеля под акции Алибабы я бы точно не стала. И сейчас доля уже тоже довольно велика. Но Павел предложил, вы проголосовали, поэтому у меня выбора. Нет, покупаю сильного китайского и коммерс-гиганта Алибаба, одну акцию, прекрасно осознавая все риски. Ну что ж, друзья, перехожу непосредственно к процессу покупки, так немножко обреченно. Я тут исчерпала свой лимит на индивидуальном инвестиционном счете в Тинькофф Инвестиции, но там есть теперь возможность открывать субсчета, поэтому я открыла субсчет. Он называется у меня Народный портфель. Вот вы видите, что я его пополнила на 100 тысяч рублей и сегодня куплю одну акцию. И постепенно я планирую переносить те активы, которые у меня были на ИСе, просто их перепокупать на вот этот вот субсчет для Народного портфеля. А кэш, который освободится, я использую для цели своих других покупок. И так я постепенно наведу порядок в той немножко запутанной структуре портфелей, которая у меня создалась. Ну что, буду делать покупку. Мне нужно купить одну акцию компании Alibaba. Вы видите, что я уже довольно много раз пыталась усредниться, но Китай продолжает свое неизбежное падение. Ну что, покупаем еще одну. Народный портфель. Одна акция Alibaba по лучшей цене. Валюта предварительно у меня уже куплена. Я трачу на это 167 долларов 98 центов. Купить. Готово. Куплено. Сделали покупку для Народного портфеля. Ну что же, дорогие друзья, на этом у меня сегодня все. Вот у нас такой сегодня пробный шар, немножечко облегченного для восприятия, как мне кажется, инвест-шоу. Может быть, не все получилось идеально, но будем этот формат обтачивать, чтобы он был для вас интересным. Пишите в комментариях, как вам нововведение и что еще вы хотели бы в нашем инвест-шоу улучшить. Вот пишите прям все-все-все, все свои пожелания. И я их обязательно прочитаю и постараемся учесть, потому что для меня очень важна ваша обратная связь. Друзья, на этом я заканчиваю. Лайк, подписка, колокольчик, если нравится наша работа. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestHuture.